всем доброго времени в суток у нас сегодня ну на обзоре обзор ремонта магнитолы national rxcw43 не так давно я делал обзор на распаковку посылки с этим аппаратом вот можете посмотреть как он получился у меня после лица два пальчика вот так вот после бани вот как я его отмыл что у меня получилось кто впервые смотрит мой канал я оставлю ссылочку в описании на распаковку данного аппарата not наша кассетная часть помните в какой пыли и грязи она была вот так вот я ее помыл конечно до состояния муха не сидела в белых тапочках не довел я это дело но все-таки чисто пыль убрал подкассетники все вымыл lpm вымыл восстановил в меру возможностей прижимные ролики видите в каком они состоянии вот кассетная часть получилось довольно таки чистая помните я жаловался что продавец немного слукавил меня обманул не было у нас счетчика на модельки я очень сильно по этому поводу переживал перерыл я весь интернет в поисках счетчика ничего результаты у нас не дали в поисках и тут как говорится не было счастья да несчастье помогло опять-таки предыдущее видео там где я брал и аборзевал с барахолки покупку от этого санье я совершенно случайно сегодня обратил внимание о том что счетчик сам на санье очень сильно похож размерами с нэшиналом ради интереса взял линеечку замерил его а он оказывается так один в один по размерам разобрал снял счетчик стал тютя в тютю это вам всем на будущее кто может быть столкнется с такой проблемой счетчик с нэшиналом 43 подходит к санье к 30 я посмотрел в интернете он такого же цвета беленький со стеклышком в общем со счетчиками не то что повезло а очень сильно повезло что было сделано по аппарату я уже сказал защитчик полная баня полной разборкой мытье всего всего и колонок и внутренности и фасада и пардон за выражение задницы даже пришлось мне помыть антенку уж антенна тоже была грязная естественно лпм лпм пришлось полностью разбирать практически до каждого винтика промазал поменял пасеки подсмотрел что было с реверсом что-то реверс пару раз не срабатывал но опять-таки смазка не помогла старую убрали новую наложили аппарат получился полностью работоспособный работают все функции ну за исключением одной маленькая вот как справка без печати но сейчас давайте все поподробнее ну что приступим к обзору самой магнитолы начнем слева направо значит слева у нас два светодиодика точнее три значит один и второй светодиод это у нас показывает какую сторону а сейчас кассета играет и также всегда forward работает в любом режиме то есть хоть кассета хоть и радио ну опять таки если в как вот в радио мы включили в радио она включается берите а когда мы включаем power она гаснет но при всем при этом если мы нажимаем play опять светодиодик загорается светодиодик fm стерео fm у нас здесь длинный ну как длинный средний этого назвал бы мужа есть той подлиннее 88 108 у нас еще три поддиапазона есть ручка настройки подстройка под средние волны тонкая за счетчик мы уже говорили значит качелька у нас переключение селектор power и а также он включает у нас две деки радио и линейный вход и смотрите уже в те времена было написано сиделаем переключение режимов радио стерео моно и под диапазоны fm mw sw1 и sw2 встроенный микрофончик но это дань той моде пятиполосный эквалайзер который кстати забираю вперед работает очень очень хорошо мне очень нравится да я вообще приверженец в принципе что больше пяти полос эквалайзера ну особо и не надо вообще и вообще не нужен к лазер это зло регулировка громкости и баланс обратная сторона магнитолки тут в принципе все довольно таки просто единственное что в этой модельке есть линейный вход который очень всех радует есть вход от работы постоянного напряжения в данном случае тут на 512 3 от 13 2 вольта и переключение 220 240 и 110 вольт крышка батарейного отсека и клеммники на динамике принципе больше ничего нет после выхода первого видео о распаковке этого аппарата со мной связался один из подписчиков и очень захотел купить эту магнитолу но также попросил скажется за дополнительную плату установить сюда аккумуляторы и поставить bluetooth ну в принципе я согласился какая разница bluetooth тут ставится довольно таки просто потому что линейный вход есть и аккумуляторы 18 650 литий тоже никаких проблем нет давайте сразу покажу как я сделал аккумуляторы а потом уже расскажу что из этого дальше получилось вот сейчас кстати аппарат работает на аккумуляторах сюда их установил батарейный отсек вот так я их поставил пока ну как пока но временно не временно это шнур питания значит здесь стоит три аккумулятора 18 650 бмс очка подключил я все это дело к не фук внешне господи внутреннему к своему блоку питания он его заряжает сразу же и работает от него слава богу отговорил покупателя вставлять сюда китайскую приблуду то которая с флешкой говорил его купить вот такой вот маленький bluetooth 50 чтобы сюда он был вставлен bluetooth и передавал музыку любимую хозяина но у нас как всегда я только успел сделать аккумуляторы заказчик отзвонился очень сильно извинялся перечислил немножко денежек за то что я потратил на работу с аккумуляторами и отказался от аппарата по семейным причинам не буду их озвучивать но у всех жизни все бывает все тоже прекрасно я могу понять ну а плохом закончили перейдем непосредственно к работе самого аппарата начнем с их кассетной деки левая у нас дека не реверс на однако она пишущая а ты счетчик счетчик слава богу вот он и рабочий так теперь правая дека правая дека у нас рабочие мне тут эти подсказывали подписчики о том что это машин да согласен этот машин когда уже разобрал работает очень хорошо реверс не очень нравится это режим работы реверса переключать радио что касается самого радио ну принимает я так бы из 10 баллов поставил бы радио но где-то 8 баллов 10 баллов доставлю шапку причем практически независимости от модельки радио работает но стерео принимает но принимает стерео не на всех станциях помещения шипит на улице все работает шикарно берите некоторые станции которые дают мощный сигнал принимают без вопроса вообще вот линейный вход работает изумительно все хорошо все классно что мне не удалось сделать то есть я может быть даже и сделал бы это но опять таки лишний раз не хочу всегда разбирать уже полностью аппарат был собран я его собрал включил и когда нажимаю я кнопочку реверса вот здесь вот должна должен был зажигаться светодиод а он честно говоря или зажигается или не зажигается или через раз зажигается где-то скорее всего с концевичком что-то честно скажу наверное не буду уже лезть туда ну не охота а теперь общее впечатление о самой магнитоле аппарат я рекомендую очень хороший аппарат в коллекцию не сильно он частый у нас есть и как говорил еще шоссе w43 и здесь у нас стоят стоит три или четыре кнопки памяти для радио чем меня подкупил сам аппарат размеры да давайте померяем чтобы понимали замеры как всегда кассетой в этот раз вот померяем именно national 1 2 3 4 5 с половиной national у нас он в длину и в высоту 1 2 3 аппарат не сильно большой но при всем при этом коллеги какой у него насыщенный красивый звук я вам честно скажу я еще ну как я видел конечно магнитолы но вот от этого магнитофона такого звука при таких размерах ну я не ожидал бас средние нижние мацуши то выдавила из этого аппарата наверно все что только могла повторюсь опять аппарат я рекомендую коллекцию как достойная достойное чудо японской инженерной мысли хотя он сделан не в японии всем спасибо на этом ставьте палец вверх задавайте вопросы пишите свои комментарии я для вас тружусь всем спасибо мира добра пока пока ну и напоследок чуть-чуть музыки субтитры сравнивая и